Идёт съёмка, но там мы будем с тобой как-то... Вырезать. Да, вырезать. Давай, давай клоню. Клоню. Слово и слога с ним. У меня подруга открыла магазин в Натане. Там очень просты, до каких-то... Там вот белое есть вино. Одно. Это просто что-то. Ящик. И только там, сажали. И к счастью. Всем огромный привет, кто заглянул на мой канал впервые. Меня зовут Таня. Здесь я в основном говорю про парфюмерию. Сегодня у меня гостья Оля. Оля, поздоровайся. Привет. Можешь начать разговаривать. Можешь начать разговаривать. Оля, с Олей я познакомилась. Когда делала процедуры на лице, я вам об этом рассказывала. Оля врач-анестезиолог, ведущий в Израиле. Ведущий врач-анестезиолог. В общем, она мне... И также косметолог. Она мне делала процедуры, которые вы видели. Всё это я вам показывала. И, в общем, сказали, что очень хороший косметолог, который вам делает процедуру. Вот, пожалуйста, Оля. И вообще, Оля очень хороший человек. Золотые руки у неё. Очень красивая девушка и многодетная мама. Вот я Олю охарактеризовала. Многие, кстати, в комментариях у меня спрашивают, дайте телефон своего косметолога. Вот теперь вы можете с ней познакомиться с Олей. Можете довериться более... Мне понравилось. Так, что ещё хотела про Олю сказать? Она в духах, да? Как бы не... Неведущий специалист. Неведущий специалист. Я хотела и хочу ей подсунуть сегодня духи, которые я стесняюсь наносить в люди. И Оля протестирует и скажет своё мнение об этих духах. Так, я вам буду показывать, всё буду подписывать. Так, первый парфюм. Я вам рассказывала, почему я его не могу на себе носить. Сейчас послушаем Олино мнение. Так, всё. Можешь открывать глаза. Держи. Нет, вот он нельзя. Так. Сейчас я тебе... Ты можешь вычислить какие-то ноты? Чем он для тебя пахнет? Во-первых, это что-то очень знакомое. Знакомое? Ну, это бы... Я, может, это тестировала или на каком-то... Этот парфюм, он снят уже сейчас с производства, но ещё можно где-то его купить. Он необыкновенный. Что-то цитрусовое, мне кажется. Что-то древесное. Древесное? Может быть, ну... Интересный парфюм вообще или как бы обычный? Нет, необычный. Необычный, интересный. Он очень интересный. Интересный, необычный. Хотела бы на себе носить этот парфюм или... Ну, как бы сразу так не скажешь. И он немножко тяжеловатый, как... Я себе сразу представила, что кто-то рядом со мной стоит и вот пахнет. Я могу долго не выдержать. Да. Он немножко тяжеловатый. Он, когда выветривается, становится более такой... Скажи, он женственный или не очень? Нет. Вот он не очень женственный. Он, может, что и вообще чуть ли не мужской запах. Но это как бы не подходит же, но он не... Не какой-то такой, что вот... Как ты считаешь, что дорогой такой запах? Знаешь, есть такие духи дешевые, да? А вот этот запах, дай-ка я тебе там... Дорого звучит или лежит? Ну, так, посредственно. Для меня это прям очень сильно сложный вопрос. А, да? Да, но... Нет, он не чувствуется дешевым. Не чувствуется. Нет, вот я к тебе поднималась, девушка стояла возле лифта. Угу. Прямо ужасно дешевый чем-то пахло. Да, да. Он нет, он не чувствуется дешевым. А ты мне потом покажешь? Конечно, конечно, да. Я все покажу. А, да, я не знаю почему. А ты чувствуешь в этом парфюме? Я тебе скажу, почему я его не могу, ну, стесняюсь на себе носить. Здесь есть нота... Здесь инжир, плод инжира, лист инжира. И здесь есть нота... Ну, фрукты это инжир фрукт, да? Да. Красной икры. И мне кажется, что вот он пахнет рыбой. Вот этот парфюм вместе с этим пахнет рыбой. Мне бы не хотелось его на себя наносить, пахнуть рыбой. Хотя многие говорят, что он красиво звучит, и он рыбой не пахнет. Нет, я не чувствую. Не чувствую? Нет. Вот нота не красной икры, а чёрной икры. Вот я чётко здесь слышу эту солёную ноту вот этой вот рыбы. Солёные рыбы. Может быть, я никогда чёрную крюню не любила? Или, может быть, ты не знакома тоже с такими парфюмами, что... Но я не чувствую рыбу вообще. Не чувствую. Это когда я пытаюсь почувствовать, я не чувствую. Да? Ну хорошо, давайте я покажу. Фрукты инжир, да. Это Манити от Любле. Бренд Любле. Посмотри, какой красивый. Очень красивый. Вот понюхли его с флакона. Возьми флакон. Вот мне кажется, вот не знаю, я его стесняюсь на себе носить, потому что я не хочу, чтобы от меня рыбой пахло с селёдкой. Ну вот точно, вот что тут селёдки точно нет. Ну, для тебя тяжеловатый, да? Он тяжеловатый и он... Но у Любле у них вообще все парфюмы, они, во-первых, необыкновенные. Очень необычные, да. Да. И, может быть, у тебя есть что-то Эля, там, потом звезда, вот это вот, например, есть. Нет, ничего не такого Грена. И они все парфюмы необычные, они все тяжелые, они все очень шлейфовые такие, вот. В общем, ты считаешь, что он рыбой не воняет, да? Вообще нет. И он очень... Вот, кстати, почему-то с флакона мне даже больше нравится, чем... А, да? Ну смотри, да, на бумажке по-другому. А на руке, может быть, совсем по-другому раскроет. Вообще по-разному. Да. Вообще вот сейчас... Вот сейчас он стал более тонким, например, каким-то более нежным здесь. Да. А здесь он по-прежнему такой... Знаете, сегодня Оля пришла в парфюме от Авент... Крит Авентус для женский. И я, когда понюхала, я сказала, что на тебе бакара. Вот как может парфюм-любитель, такой человек, да, который занимается, сказать на Грит, что это бакара-ороже? Вот так вот на каждом раскрывается, ну, по-разному, да? Так. В общем, ну, ты считаешь, что можно, да, носить рыбу? Может быть, он на мне так и раскрывается? Я не знаю. Нет, я говорю, что если ты любитель решила, что он пахнет рыбой, то это бесполезно. Бесполезно, да? Ладно, давай дальше пойдём. Закрывай глаза. Ой, сейчас тебе такую пк подсугу. Закрывай. Да и вот, кстати, сегодня Оля, посмотрите, что я сейчас подсуну. Оля посмотрела мой шкаф парфюмерный и сказала, что с этим брендом она вообще не знакома, но хотела бы познакомиться. И вот я ей сейчас подсуну этот парфюм такой, самый нашумевший такой, что она скажет об этом. Ну, вы знаете тоже, почему я его, почему я его на себе не могу, боюсь носить. Что, почувствовала уже? Держи. Вау, что проснулась. Он сильный, очень. Это что-то более цветочное. Он сладкий. Тебе есть что-то такое? Какие-то... Ой, сладкие. Мама почему-то про кофе подумала или какой-то крем сладкий или это тортия. Вот, да, да. Вот многие слышат вот это вот... Наполеон. Да, сладкие печеньки такие вот. Вот в этом парфюме вообще не указана пирамида этого. Вообще не указано ничего. Вот, да. Как хочешь. А почему я его на себе не ношу? Ну, он мне, кстати, очень нравится. Не уверена, что могла бы носить. Потому что, ну, вот как-то не знаю, не уверена, но мне он нравится. Первое впечатление у меня было такое же. Знаешь, тут есть... Еще какая-то вонючка есть. Когда я первый раз протестила... Ладно, давайте покажу. Этот аромат, этот аромат называется Сатаназа. Почти Сатаназа. Вот у него крышка, вот это вот уже... Ну, потом он перевыпустил в виде такого... Черная крышка мужского достоинства, короче. Вот. И я сейчас тебе расскажу... Я уже стеснялся и перепелел. Я тебе расскажу, что реклама этого парфюма какая-же. В общем, какой-то ночной клуб. И там происходит оргия. В общем, как реклама прям такая. Мужчины, женщины приходят. Там все занимаются любовью. В общем, целуются. Там пот. Вот эти вот все... Все это вот течет там на пол. Ну, всякие там... Стекает сюда. Да, да. Стекает все это. Там такая дырочка в полу. И это все туда стекает. И под этим полом сидит вот этот парфюмер. И все это собирает. В общем, все вот эти вот... Эти как феромоны эти все. И, в общем, создает парфюм. Для меня, я тебе скажу, он пахнет... Ой, да. Там есть вот это вот. Он всем пахнет такими вкусными печеньками, мельками, сладкими, какие-то цветочки. Для меня он пахнет туалетом. Вонючим туалетом. Или какой-то, знаешь, вонючим каким-то бомжом, который писался. И валяется на тату. Вот. И, между прочим, это не только для меня. На, держи, нюхай. Запах мочи, кстати, я тоже чувствую. Я тоже чувствую. Очень устала. Но это мусус. Мусус – это... Знаешь, что такое мусус, да, парфюм? Да. Что это вот он придает вот это вот... Животилку такую парфюму. Брызни на себя, ему. Не хочешь? Чтоб от тебя сейчас пахло. Я потом по улицам даю. Вот на мне он прям воняет. Воняет? Ну вот. Прям конкретно воняет. Я, когда этот парфюм наношу, я все хочу на работу наносить. Нанесу на себя его сыну и говорит, мам, ну, мне не экспериментируй, не иди там. Кто-то подумает, что ты это. Ну, скажи. И такая в нем противоречивость. Вот на руке просто просто реально обжечься. Потом фиг его смоешь. Он такой противоречивый, вроде бы вкусненько, да. Вроде бы так. Вот понюхай шоколадочками, вот этим кремом каким-то. Вот здесь он совсем по-другому. Да. А здесь просто... А на руке все, вот это соединение твоих феромонов, этого парфюма. Он пахнет самим. Еще многие блогеры говорят, что нет, не пахнет он никаким пахнет. Скажи. Есть, есть сто процентов. Да. Ну и все. И поэтому я его не ношу. Я подсунула Оле этот парфюм. Он очень сильный, да? Он очень сильный, да. Он очень сильный. Он очень шлейфовый. Я понимаю, если бы он близко еще к коже, да, сидел. А если вы пойдете, от вас будет так пахнет. Хотя я не знаю, если он выветрится, Оль, потом мне скажешь, как он выветрился какой-то. На завтра. Да, на завтра. Не бойся. Слушай того, как мне обгонят и снова. Да. Могут выгнать, да. Так, давай дальше. Ну вот... Закрывай глаза. Да. Закрывай глаза. Так, вот я вам показываю парфюм. Тоже смогу все подписывать. Он мне очень нравится. Но я считаю, что он прям слишком мужской. Держи все, открывай. Классический мужской какой-то. Да, да. Мой папа, мне кажется, когда тройным медиколоном позднее пользовался мой сын. Когда я купила эти духи, мой сын сказал, что это запах дедушки. Запах дедушки. Он говорит, я помню, дедушка такими духами подошелся. Это вот прям сто процентов тройной... Что-то среднее между красной зарею и тройным медиколоном. Я люблю этот парфюм, но я тоже стесняюсь его наносить. То, что я не хочу, выглядит дедушкой. Но бабушка, а дедушка, а дедушка я не хочу. При этом он, как бы, он не отталкивающий. Да. Скажи, он тебе, ну, как бы, я тебе же такой вопрос задавала, но ты сказала, что тебе тяжело сказать. Но он звучит... Дешево. Дешево. Может быть, потому что это ассоциация с чем-то советским таким. Точно на бумажке, точно красной Москвой пахнет. Красная Москва, да. Вот, потом... Ну, неинтересно, да? У тебя неинтересно. И он, скорее, какой-то такой... Про воспоминания. Да. Мне кажется, что там какой-то такой букет, что-то там раскрывается. На своем уже бы ты хотела слышать этот парамет? Скорее, нет. Он ученик, мне кажется, что очень старик, на самом деле. Именно, опять-таки, это же себе ассоциация будет ассоциироваться с дедушиной. Да, да, да. И придаст возраста, да? Да. Так, короче, я тебе показываю. Это Шанель. Бутиковая линейка. Называется «Русская кожа». Ну, они не просто так это написали. Да, они не просто так написали, потому что Шанель, она... Она очень много путешествовала по России. Она вдохновилась... Она влюбилась в какого-то русского князя. И, в общем, вот так он пах. И она создала вот этот вот парфюм, в общем. Здесь кожа есть. Здесь какие-то специи такие. Вот он пахнет тебе кожей? Ну, русская кожа. Он пахнет кожей здесь. На, отсюда. Вот. Но, и тем не менее, когда ты его наносишь на руку, потом, когда он выветривается, здесь чувствует вот этот дорогой стержень Шанели. Не просто красная Москва, не просто... Вот он, опять-таки, почему-то на бумаге. Да. Есть спокойные цветы. Разные цветы. Ну, не то, что совсем разные, но есть разница. Да. Смотри, как при моей коллекции, сколько я его пользовалась, потому что я его обожаю. Но я его дома наношу всегда. У меня ассоциации, тоже воспоминания. У меня как-то он душу греет этот парфюм. Я не знаю. Очень-очень красиво. Очень красиво. Такая простая. Ну, как-то. Что такого? Ну, прям супер. Это Шанель, да. Бутиковый алюминий костюмник. Крошечки на магнитике. Ну, в общем, Оля сказала, что да, лучше не носить этот парфюм. Но дома я обожаю. Видите? Видите, сколько я уже? При большой коллекции это как бы... Это нормально я его носила. В общем, не носим. Дальше пошли. Закрываешь? Закрыла? Так. Вот я вам показываю тоже вот этот парфюм. Тоже напишу. И вы знаете, почему тут уже я его стесняюсь носить. Так, подожди, подожди. Угу. 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 Супер свежий такой, да? Супер свежий. Ну, свежий, да? Зеленые какие-то. Такие свежие зеленые нотки, да? Какая цветочная свежесть, леса какая-то. А фрукт какой-либо? Ягоду какую-то же ты почувствуешь? Или смородину. Какая ты умница. Черная смородина. Видишь, какая умница, да? Такая чёткая, чёрная смородина. Ну, там можно вынимать все? Да. Причем она не сразу почувствовалась. Какая-то свежая, свежая. Да, это такой парфюм. Вот это прямо моё. Твоё понравилось? Хочешь на руку? Сейчас я тебе дам на мою брызну. Кстати, да. Давай я тебе покажу и скажу, почему я его боюсь носить. Это Киллян. Вот этот вот шар. Называется… В общем, вот он, автор. Тут большое название, короче, не буду. Почему я его не посвящаюсь на себе носить, потому что когда… Давай, давай, брызну. Потому что смородина, она всегда, не всегда красиво раскрывается. Вы знаете, что она может раскрыться кошачьими лотками на руке. И рассказываю историю про смородину. Да. В операционной мы разводим антибиотик перед операцией. Все получают один и тот же антибиотик. Да. Понятно, что иногда проливается что-то. Ага. И я всегда… Он противно очень воняет. Угу. Я как-то решила, значит, что пахнет смородиной. Да. Он мне. А большая часть людей говорит, что пахнет кошачьим туалетом. Кошачьим туалетом. Кошачьим туалетом. Так вот, всегда смородина, вот если он на вас некрасиво раскроется, он будет пахнуть кошачьими лотками. Сейчас уже я более-менее так его разносила, как бы уже не так я чувствую кошачьи лотки. Но все равно, вот еще стесняюсь его наносить, он красиво в жару очень раскрывается. Прям такой сочной, яркой, красивой смородиной. Прям такая реалистичная смородина, как будто бы ты вкус смородины. Мне очень нравится. Да. Потому что я на антибиотике там не чувствую кошачьи лоток. Ну, видите, да. Только дай на руке. Нету кошачьи. Нету кошачьи. Нету. Ну-ка дай вот этот. Ой, я не могу. Нет, это бывает ужас. Да? Потом смотришь. Ладно. Ну, вот видите, Коколе он понравился. Очень красиво, да? Все, давай, Даша. Выбрасывай давайте. Ложь водички попить. Что-то может поместить. Не знаю, то ли вино, то ли духи. Ложь отликать. Вино моим. Вино моим. Нету. Немножко. Одиноградный сок. Все. Давай. Так, все закрываем. Давай сейчас. Вот этот парфюм тоже. Многие его любят, обожают и хвалят. Но вот почему-то мне он. Потом скажу, чем он не пахнет. Держи. Все, можешь открывать. Фруктовый, цветочный. Какой-нибудь фруктовый. Фруктовый. И еще что-то тут. Очень знакомое что-то есть. Замшень какая-то, не знаю, что это такое. Молодец. Смотри, смородина сразу вычислена. Скажи, это такой женственный или более мужской парфюм? Как ты считаешь? Ну вот нет, мне он кажется более, нет, это женский, ну или не секс, но мне он как-то. Я скажу сейчас, почему я его носил, я не могу носить, потому что он мне какой-то микстурой пахнет, вот микстурой от каши или что-то такое вот, нет, тебе он не пахнет микстурой, вот прям или мазью какой-то такой вот, что натираешься. Что-то в нем в запахе, я просто не могу ловить, что-то есть очень знакомое. Ну фруктов, да? Фрукты. Фрукты и довольно сладковатые. Угу. Угу. Вот жилка там может он как-то раскроется, потому что пока он только знаешь, как острый такой этот. О, на бумажке он пахнет совсем по-любому. Он пахнет вот именно фруктами. Сейчас я тебе покажу, что это такое. Это Dolce Amalfi, вот ксержоп. Здесь фрукты, айва, потом яблоко, специи очень много. Здесь, я не знаю, может быть, какие-то специи мне дают. Ну вот, по ней хайна есть. Вот, когда я наношу его на себя. Совсем по-другому пахнет. Мне пахло, как будто бы я натерлась какой-то мазью или как-то все по-другому, да? Возьми на руку себе, брызни вот сюда вот, можешь брызнуть и сказать. Угу. То, что я сказала замши, может быть, это какой-то ладан, это может быть такое. Потому что ладан, да, он такой дым на нем. Что-то такое, кажется. Что-то такое. Ты бы носила его на себе или нет? Нет. Ну не потому, что вот он какой-то плохой. Нет, потому что он не мой. Не твой, да? Да. Вот нюхаю прям здесь, может быть, здесь приправа гвоздика есть. Шафран. Шафран может быть. Да, и вот он мне пахнет, мне кажется, что… Он очень какой-то восточный, на самом деле, мне кажется, что… Он восточный, да. Что барышня какая-то более восточная, не ты и не я точно. И когда я на себя вот… Красиво наношу этот аромат. Вот мне кажется, что люди думают, что я лекарство напилась, намазалась каким-то бальзамом, что-то. Вот поэтому я его… А вообще я его люблю, он мне нравится, да? И очень он многими любим, его и блогеры все хвалят, вообще прям обожают. Ну, мало смасила, ну, прямые коленцы, конечно. Так, давай еще… Подожди, а что… Еще один, Оля, все. Еще один. Мне бы, конечно, интересно было это… Интересно, я сижу с закрытыми глазами и из всех запахов чувствую вот этот вот. Ну, сейчас. Так, вот этот мой любимчик. Вот этот тебе тоже должен понравиться. Потому что я уже поняла, какие партнеры тебе нравятся. И по той же причине я его не могу носить, как… Еще один аромат, и потом расскажу, когда уже Оля скажет, все, Оля откроет глаза. Своё мнение скажет. Фиалки какие-то, не знаю. Вот пусть раскроется и… Фиалки тебе… Цветочные, да? Да, кажется. Цветочные. Можешь идиот. Сейчас уже как-то по-другому немножко. Ну, подай, когда мы немножко… Можешь закрыть глаза? Тебе на руку влизу, что ты все-таки его поехал? Наверное, сюда. Давай. Начну. 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 Все-все-все. А, ну так это… Это вот суперзнакомый запах только с чего-то с детства связанное. То ли это… Он тебе свежий или притомно-сладкий? Он сладковатый. Сладковатый. И это очень-очень что-то… Какими-то конфетами с детства. Конфетами? Какими-то фруктовыми, да, наверное, какими-то или нет? Или… Интересный парфюм для тебя или нет? Или не очень? Ну, пока что немножко кажется чуточку простоватым. Простоватым. И… Женственный или нет? Он женственный. Угу. Он цветочный. Какая-то такая кислинка есть. Я точно знаю, что это такое. Но не помню. Ээээ… Может, по почту тебе вопрос задать. Дорого звучит для тебя или дёшево? Как ты про Шамель сказала? Дёшево. Шамель не знает. Нет, он не звучит дёшево, мне кажется. Ладно, давайте я буду показывать. Смотри, это «Мелиора» от «Порфюм де Марле». Это вообще, как бы, дорогой бренд. Нишевый бренд на нюхе. Может быть, ты сейчас скажешь, вот так понюхаешь, про что этот аромат? Здесь есть одна такая нота. Вот она самая такая лидирующая. И для меня он вот так и пахнет. Это смородина. Тоже смородина. Ну, ничем, например. Да. Не такая, как… Видимо, это красная смородина. И для меня эта смородина тоже выдает лотки. Я обожаю этот аромат. Он для меня такой женственный. Но мне кажется, что когда я на своем наношу, что от меня пахнет тоже лотками. В этой смородине нету вот этой горечи смородины. Нет, да. Она более легкая, да? Она более легкая. С цветами, наверное. Да. Поэтому как-то и уходит в сторону цветов. Больше цветов. Обожаю этот аромат. Но у кошачьего лотки у тебя не выдаёт. Вообще никак. Вот сейчас мне, как бы, на руке, в принципе, нравится. Не так, как этот. От этого нравится больше. У него более какой-то… Скорщинка какой-то. Да, да. Вот такой более. Ну, в общем, не выдаёт, да, тебе? Вообще тоже этот аромат хвалят его. Говорят, что он красивый. В женстве тоже много сносило. Но вот как-то вот тоже мне что-то… Многие говорят, что лошадь и кошачьи лотки, да. Нет, лоток совсем нет. Но вот в нём не хватает какой-то… Такой более какой-то такой… Простоват, да, что-то? Как-то его или не доработали, или чего-то бы сюда… Нет, не хватает вот этой негоречи. А, да? Вот должна быть. Вот должна быть. Ну, то есть это вот этот… Вот эту бы смородину ты носила, это твоё, да? Да, а вот эту нет. Ну, всё ясно. Так. Ну, всё, в общем… Ты устала? Я могу ещё… Ещё хочешь? Давай, надо закрывать глаза. Вот смотрите, я вам показываю. Сейчас нет. Я этот парфюм очень долго хотела, его сняли с производства, я долго о нём мечтала. Я не могла его никак найти. И тут вот у нас открылся в каньоне магазин этого бренда. Я… Я всё открываю. Я его приобрела. Я очень… Я давно мечтала об этом аромате. Я бредила им. Я его обожаю. Он очень красивый. Красивый. Он очень красивый. Он не мой, но он супер красивый. Что ты можешь? Какие ноты выделить здесь? Что-то можешь выделить? Или древесно-кожаное что-то? Умница. Вот какая умница. Ваниль. Есть? Ваниль. Сладковатый. Но ваниль не вот как в том форме такая ваниль. Да-да-да. Она такая более сквалированная. Вот у этого бренда вообще… Ну, какая-то карета такая. Да. Они делают парфюмы с ванилью. Самая красивая ваниль у этого бренда. Вот они тонко так и изящно делают. На самом деле очень красивые. Да? Давай на руку брызем. Закрой глаза. Сейчас эти бархатные какие-то. Да? Скажи бархатистые, да? Сейчас. Так всё. Давайте я покажу. Давайте я покажу. Это Герлен. Открылся бутик у нас в Леоне Тель Ви. Герлен. Я бы там жила. Парфюм называется «Белужья кожа». Правильно ты сказала, что он. Он звучит дорого. Вот у него такой шлейф, что вот ты просто проходишь и королевой себя чувствуешь. И вообще, когда ты проходишь, другие чувства тоже говорят, что он такой вот. Здесь кожа, здесь ваниль. Герлен – самая красивая ваниль. Ну, я так считаю. Мне кажется, что… Да, шикарный. Здесь цитрусы скажи. Дорого. Он такой, да. Он для такой женщины. Солидной, серьёзной такой. Да. И обязывает, наверное, одежда какая-то по нему должна быть. Даже карета. Да, да, да. Это карема в карете. Да. Очень классно. Ну, вот видите, качество есть качество. Да. Герлен есть герлен. Так же, как Шанель. Шанель мне понравилась сегодня. Вот. Смотри, что здесь мне написали. Имя моё, Татьяна. Здесь гравировку везде. Да, они там гравировку делают. Ты покупаешь, они тебе делают гравировку. Ох, там вообще, там такой рай в этом магазине. Так, ну давай ещё. Видите, потому что потом у тебя может всё смешаться. Так, закрывай. Вот тоже. Давай тебе на бумажку. И куда можно? Давай готовить. Вот сюда вот тебе. Ну, вот здесь нет. Вот тут воняет страшно. Давай. Да. Всё, открывай. Бумажку. Пусть немножко вылетается. Ой, чем-то больничный. Ну, когда как? Или я поеду уже? Правда, чем-то больничный, если пахнет. Цветочный. Цветочный, да. И на руке тоже. Вот интересно, абсолютно по-разному. Да. Вообще по-разному. Или я чем-то как-то… Меня кожа так воспринимает запахи. Сейчас уже менее больничный. Это очень, знаешь, для бабушки какой-то запах. Очень-очень такой… То есть… Немолодой. Да. Он такой… Не то, что солидный, вот этот гирлянд был. Да. Он какой-то… Это вот старая французская школа. Вот у них такие вот были, да? Тяжёлые. Цветочные. Тяжёлый. Он тяжёлый. Он не сладкий. Он просто какой-то такой тяжёлый. Тяжёлый. И вот что-то… Мне сложно сказать, что из чего он… Ну, вот, кстати, вот такие вот парфюмы старые вот из школы, вот когда вот там такие огромные пирамиды, очень много… Не так, как сейчас, да? Там какую-то молекулу тебе вставят, ещё что-то, и один цветочек. Там 50 всяких ингредиентов, да? И очень тяжело выделить, да, на самом деле. Что-то мне воняет. Вот что? Какое-то тут есть что-то, что мне прямо бьёт по носу сильно. Я тебе покажу этот парфюм. Смотри, это Кляйв Кристиан. Называется… Что там… Дракон. Какой там дракон? Дыщащий какой-то. Дыщащий какой-то дракон, в общем. Этот парфюм… Это уже столько его потратила. Это… Много белых цветов, много жёлтых, не желтых. Много жёлтых цветов. Он… Да, когда сразу его брызгаешь, кажется, что он такой возрастной, бабушке. Но когда он раскрывается… Он не просто раскрывается, он играть начинает. Он так… Он по-разному. Он по-разному, да. И в шлейфе, потом, когда он до конца раскроется, это займёт час, может быть. Это такой тонкий, красивый шлейф. Здесь, в основном, цветы. Прям вот такой… Ну, даже много жёлтых цветов, там и ланг, и мимоза, ещё что-то… То парфюм, да, кажется таким бабушкиным. А когда он потом… Вот он… Просто три разные вещи на руке, во флаконе… Вот здесь. Он, правда, раскрылся на тебе каким-то непонятной какой-то ноткой, да? Абсолютно разные вещи как-то. Ну, тоже не твоё, да? И вот не факт, кстати. Сейчас, когда он уже подраскрылся… А, не факт, да? Не факт. То есть… А почему я… Почему я тоже его… Как бы я его обожаю. Он тоже, мне кажется, он возраста прибавляет. У меня много таких духов. Мне кажется, что он прям так… Для бабушки. Да, для бабушки. Хотя он очень комплиментарный. И когда он раскрывается, у него совсем другой шлейф. Такой тонкий, вообще очень красивый. Вот. И… Не надо сказать, так что прям это моё. И я бы вот пользовалась. Нет. Скажи, а вот как ты считаешь, что эти парфюмы, да, Кляев Кристиан, они очень дорогие? Это… Вот вообще все мои коллекции Кляев Кристиан – это самые дорогие парфюмы. Они стоят как бы… Ты бы купила за такие деньги, если бы тебе очень что-то понравилось? Если мне нравится, то да. Ты бы купила, да? Да, я бы на это не смотрела. Потому что… Ясно. Да. Вот и мне вот тоже очень понравился. Я на цену уже не смотрю. Он мне очень не понравился. Ну вот, как-то не знаю, кажется, что возраста прибавляет. Ну, может быть, иногда это и не страшно на самом деле. Не страшно, да. А почему мне уже возраста прибавлять? Уже… Ну, 20 лет. Не 20 лет. Так. Ну вот. В общем, я думаю, что, наверное, больше Оле не буду давать, потому что… Ну, это тяжело. Для носа тяжело. Все. На этом я… Мы будем заканчивать видео. Ссылку на Олену клинику, где она пробует косметологические процедуры я оставлю. Всем пока-пока. До новых встреч. Всех целую. Пока.